Вдали от всех парнасов и мелочных сует, со мной опять Некрасов и Афанасий Фет. Они со мной ночуют в моем селе глухом, они меня врачуют классическим стихом. Звучат гоня химеры пустого баловства, прозрачные размеры, обычные слова. И хорошо мне в долах летит морозный пух, высокий лунный холод захватывает дух. Здравствуйте! В эфире интеллектуальная программа «Игра в бисер». Я прочитал стихотворение Владимира Соколова «Вдали от всех парнасов». Стихи эмблематические в какой-то степени. И вот сегодня поэзию Владимира Соколова мы будем обсуждать в следующем интеллектуальном составе. Сергей Чупринян, литературный критик, главный редактор журнала «Знамя». Илья Фаликов, поэт. Сергей Мацканян, поэт. Юрий Поляков, писатель, драматург, председатель редакционного совета литературной газеты. Вот такие наши сегодня интеллектуальные силы. Ну, что сказать. Владимир Соколов – наш современник. Мы его помним, мы его любим. И у меня вот такой вопрос. Ну, мы знаем, что это великое разделение, как западники слунофилы, скажем, в XIX веке. Это конструкция, придуманная в середине 60-х, в начале 70-х. Тихая лирика, эстрадная поэзия. Вот это разделение, какое существовало, не знаю, на самом деле или в мыслях только критиков. Вот насколько органичен этот термин, вот если смотреть отсюда, значит, с нашей высоты быстротекущего времени. Помните, были стихи у Ваншенкина «В поэзии пора эстрады, ее блистательный парад, вы, может, этому и рады, я вовсе этому не рад». Тоже полемика такая внутри поэзии. Вот. Но обратите внимание, Соколов говорит, со мной опять Некрасов и Афанасий Федов. И вот насколько я повторяю, насколько справедливо говорить о тихой лирике и о лирике эстрадной. Мне кажется, Соколов разный был. В каких-то стихах, на самом деле, очень громкий поэт. Не зря он дружил с Евтушенко, с Евгением Евтушенко, самым громким поэтом, так сказать, второй половины 20 века. А с другой стороны, он любил Фета. У него есть замечательные стихи о природе. То есть это Фетовская линия. Да. Все чернила вышли, вся бумага. Все карандаши. «На краю бузинного оврага встань и не дыши». Это же ответы, конечно. А вы знаете, вот в 74-м году в «Комсомольской правде» появилась статья Евтушенко. И вот он пишет. Кожанов, Вадим Кожанов, подсаживал на пьедостал главы школы поэта Владимира Соколова. Конечно, не по его просьбе. Поэта в таком пьедостале не нуждающимся. О чем Безобиняков говорит сами его стихи. И он от этого защищает от одной критикесы. Поэт, собственно, забыт со всеми своими поисками, болью. А его стихи становятся в руках одного критика, лишь средством что-то доказать другому критику. В этом есть истина. Потому что иногда он в этих обоймах выступал как предмет игры. Не о нем шла игра. Игра шла между направлениями какими-то. А вот такой вопрос может быть, я не знаю, провокационный, как вы полагаете. Но для меня он важен. А можно ли назвать Соколова шестидесятником? Да нет, конечно. Нет? Нет, конечно. Он раньше начал. Он всегда держался в стороне. Даже когда он выступал в Лужниках на этих огромных вечерах, да? Он все-таки держался в стороне. Он шел вне того, что когда-то называлось обоймами. Или сейчас мейнстрим называется, да? Да, мейнстрим. Можно я возражу? Да, да. Мне хочется сказать вот что. Некрасов и Фет оказались в одной строке. Это нормально. Классика стирает различия. А среди живых, среди действующих, естественное состояние поэзии и литературы вообще – это конфликт. Поэтому я лично не стал бы так совсем отвергать вот это разделение на громкую поэзию Евтушенко, Рождественской, Ахмадульной. Громкие поэты-эстрады были в первую очередь поэтическими публицистами. А тихие лирики, лирики, лирики. Да, у Владимира Николаевича Соколова есть стихи с ясным гражданским посылом. Но они, в общем-то, в меньшинстве. И они не так характерны. А характерны его стихи о родине, о русской природе, о любви, об отношениях с самим собою, наконец. Он поэт золотой середины, поэт гармонического отношения к миру, к жизни и к стихам. Так мне кажется. Вы знаете, а мне все-таки кажется, что его можно причислить к шестидесятникам, но не в плане симпатии идеологических, там, эстетических кому-то, а потому что само время позволило появиться такому поэту. Время, ну, скажем, как говорила Ахматова, вегетарианское более чем. То есть я не думаю, что он бы существовал как лирик в 40-е годы. Но вообще, знаешь, что интересно, ведь у него почти, ну, почти не было периода ученичества. Вот берешь первую книжку, вот там уже стихи, ну, не то что мастера, но очень, очень сделанные. Ну, вот первый снег, поэма его, 50-й год. Вот он с девушкой встречается. Только что отвечу им, как все расскажу я, снег сгребаю валенком, слов не нахожу я. Ах, не смог бы, чувствую, сочинить ответ свой, если бы и оставили на второе детство. Если бы и заставили объяснять, объяснить не в силе. Ничего подобного мы не проходили. В переулке, кажется, под пургой взметенной, шубка горностаевой, а берет короной. И бежишь ты в прошлое, не простясь со мною, королева снежная, сердце ледяное. 22 года очень чистые, простые стихи без затей, как говорится, но они запоминаются. Кстати говоря, если на секунду вернуться к 60-ничеству. Он был великолепным чтецом своих стихов. Он прекрасно читал свои стихи. Ни в чем не уступал тем, кто слишком театрально читал стихи. И Евтушенко, кстати говоря, свою статью о нем в 65-м году, в 65-м году, в лидературке, назвал «Потому что не до шуток». Что это такое? Это если помните... Не до шуток в 56-м году. Это кусок стихотвления. Вот вам можно сказать и его гражданственность, потому что не до шуток в 56-м году. Но в принципе, да, конечно, тот Соколов, которого полюбили, это 60-е. Рубеж 60-х, 70-х. Это 60-е. Конечно, 60-е. Вот вся его классика. Да, да. Вот смотрите, его в общем все любили. Он был очень доброжелательный. Я помню, в Доме литераторов, значит, мы встречаемся, он открывает литературку, там были напечатаны, вот я выписал, стихи Мартынова. Мол, примчусь к вам в полночь, в югу и окручу, Галич и кольтельнич, станцию свечу, свистлыч, птич и маноч, плавня на дону, поднял черт багряноч, свист на всю страну. Он с таким восхищением это прочел, чужие стихи. Как это сделал? Ну, фонетика какая. Он это чувствовал очень. С восхищением прочел эти стихи. То есть он очень был, вот, ухо такое, не только на свое, но и на чужое. Но странно, что вот лучшие стихи это 60-е годы, 70-е. А признание пришло позже все-таки. И многие книги стали выходить уже после, когда он свой пик прошел. Я помню, был такой поэт покойный Леша Заурих, такой мой друг. И он, мы как-то, вот, прошу прощения за личные воспоминания, значит, мы с ним как-то стояли. Он говорит, ну вот что вот, значит, вот ты когда вырастешь, он мне говорил, ты будешь как Евтушенко. А я буду где-то на втором плане как Соколов, он мне говорил, понимаете? Я бы не говорил, что самая его вершина, его кульминация, это были 60-е и 80-е годы. Написаны замечательные совершенно строки. И когда в 90-е годы была придумана Пушкинская, государственная Пушкинская премия, это была важная очень премия, очень жаль, что она закрылась, ее первым лауреатом стал Соколов. Тем более, он в 88-м году написал просто великое стихотворение «Я устал от 20-го века, от его окравленных рек, и не надо мне прав человека, я давно уже не человек». Стихи, которые останутся в русской поэзии уж как потом... Это 88-й год. Это поздний Соколов. Ну, надо сказать, что я вот как раз был молодым поэтом, когда был, ну, скажем так, пик творчества Владимира Николаевича, и он, кстати, дал предисловие к моей первой книжке стиховую. И он, конечно, был непререкаемый авторитет. Да. И он очень, так сказать, держал себя действительно достойно. И я вот... вот эта книжечка, это вот, кстати говоря, последняя прижизненная... А, стихи Мариане. Да, стихи Мариане. Она вышла буквально за несколько месяцев до смерти. Это последняя книга, которую составил Владимир Николаевич. Сам. Это его выбор и его название. И вот я в предисловии к этой книжке, я пишу о том, что вообще определение тихий в отношении Соколова, да. Примерно то же самое, что определение тихий океан в отношении... Тихий океан, да, мне очень понравилось. Да, к океану. И вот Марианна Евгеньевна, она ей очень нравилась это сравнение. Вот. И надо, конечно, вспомнить сейчас о Мариане Соколовой-Роговской, которая очень много сделала для того, чтобы его такую, в общем-то, бесприютную поэтическую жизнь, достаточно осложненную какими-то пороками, свойственными отечественным поэтам, как-то нормализовать, привести в какое-то такое нормальное отношение. И вот однажды тоже интересный был разговор. Юра говорит, а вы себя гением не считаете? Я говорю, не, Владимир Николаевич. Он говорит, ну вам гораздо легче, потому что я с детства считал себя гением. Мы говорим, что он с детства сознавал. Ну вот же стихи, вот просто, ну кто лучше него об этом сказал? Я очень люблю эти стихи. Ученический зимний рассвет, на окне ледяные подтеки. Я не знал до шестнадцати лет, как бывают пленительные строки. Из постели, на прорубь окна, я гляжу, не спеша, из постели. У меня есть тетрадка одна, для которой нет места в портфеле. Я портфельчик под вышку возьму, от зимы воротник побелеет. Я о том не скажу никому, что в тетрадке моей леловеет. Вот растет из сугроба метла, вот оплывшая наша колонка, как задутая свечка бела ото льда затвердевшего ломка. Мне отныне спасения нет, все, что пройдено, вижу в обломках. Ученический зимний рассвет, тонет улица в ранних потемках. Я пропал, но кому объяснишь, что она меня вновь отстояла, этим снегом свисающим с крыш, словно съехавшее одеяло. Спите улицы, спи календарь. Через день виновата сутулись. Я скажу, что замазал январь белым снегом название улиц. И не смог я дорогу найти, но училище был небывалым. Я ворочаясь под идеалом, я встаю надо в школу идти. У меня есть тетрадка одна, там грядущие зреют напасти, там каракули, там письмена. Ну хоть лаврами путь разукрасти, хоть наметьте любой юбилей. Я туда убегу без оглядки. Тут рассвет, что синий юбилей, ученической чистой тетрадки. Вот тут поразительный эпитет. Ученический зимний рассвет. Вот ученический рассвет. Все школьник, который встает. Очень точно, да. Да, очень ученический. Вот найти эпитет. Точный эпитет. Дышала беглым сумраком вода. Осенний воздух, горек был на вкус, не его оставив, мы сошли тогда, у самой Академии искусства. Нужно напомнить биографию его в двух словах. Он отправился в 1928 году. Жил в Лихославле какое-то время, потом в Москве. Отец у него был репрессирован. Ненадолго, правда, его потом освободили. Он был инженером. А мать была работником научным ДСГАДа, то есть Центральный архив древних актов. И он, ну, детство военное прошло в эвакуации. Он был на Урале где-то, да. В Шадринске. В Шадринске, да. И потом он в 1947 году, ну, уже в возрасте, сколько его было, 19 лет, поступает в Литинститут и заканчивает его в 1952 году. Он как-то очень рано был признан. Ну, и потом довольно ровная биография, там, никаких, ну, поездки были у него там в Сибирь, как у всех поэтов того поколения, того времени. Да, как детища, ну, и к Магнитной горе. Да, Магнитной горе, вот, да, да, да. И он пишет там о сибирских реках, у него есть стихи. Болгария. Болгария, но он женился, первый брак у него был на болгарке. Переводил, кстати, очень много. Переводил и жил какое-то время в Софии. И жил с Любомиром Левчим, да. И потом вот эта трагедия смерти первой жены, второй брак его, и вот мы с тобой развенчаны, время писать о любви, это посвящено. Это второе, 66-й. Да, это 66-й год. Вот я очень люблю эти стихи, ну, известные стихи. Вот мы с тобой развенчаны, время писать о любви. Русая девочка, женщина, плакали те соловьи. Пахнет водой на острове возле одной из церквей. Там не признала ты ростыни юный один соловей. Слушаю в зарослях, в порослях, не позабыв ничего. Как удивительно в паузах воздух поет за него. Как он ликует божественно там, где у розовых верб. Тень твоя, милая женщина, нежно идет на ущерб. Истина ненаказуема, ты указала межу. Я ни о чем не скажу ему, я ни о чем не скажу. Видишь, за облако Барашковой, Тая заплыл, наконец, твой Васильковый, Ромашковый, Неповторимый венец. Ну, потом были там всяческие романы. И вот, наконец, конечно, счастливая судьба. Он встретил Мариану, которая как-то сохранила его для поэзии. Эта традиция русская, вы знаете, начинается Анна Григорьевна Достоевская. Она вот туда уходит, когда... Как он гениальный брак, это редкость большая. Как сказал Корнилов, Владимир Корнилов, Этой отваге и верности перевелось в ремесло. Больше российской словесности так никогда не везло. Кстати говоря, вот сколько мы не пытались Повесить мемориальную доску на Лаврушинском доме. И чиновники не разрешают на этом доме ничего вешать. И у нас был такой случай, мы добились все-таки. Ну, вот Соколовский, вот этот круг, кто его память как-то пытается сохранить. Добились разрешения повесить доску на доме писательском переулке. Страханский. Да, Страханский, да, вот там. И нам дали разрешение. Но Марианна Евгеньевна сказала нет. Говорит, вот я хочу, чтобы был на Лаврушинском, где мы жили вместе. И пока я ее уговаривал, вот тот чиновник, который разрешил, так сказать, повесить в Астраханском, он ушел на другую работу и нигде так и не удалось. С Лаврушинским переулком вообще мистика какая-то была. Когда они с Марианной вошли в эту квартиру на Лаврушинском, он сказал, что с видом на Кремль, кстати, там, он сказал, что это вот тут как будто ощущение, что я здесь всегда жил. Вот ощущение, он именно в этом доме должен был жить. Да, вот. И что хочу я сказать, что вот даже поэты, не близкие ему по поэтике сравнительно, скажем, с стихи Самойлова. Стихи читаю Соколова, нечасто, редко, иногда. Там незаносчивое слово, в котором тайная беда. И хочется, как чару к чаре, к его плечу подать плечо. И от родства, и от печали, Бог знает, от чего еще. Тут интересная строчка. Почему тайная беда? Там незаносчивое слово, в котором тайная беда. Он почувствовал какую-то тайную беду, ну, внутри поэтики, внутри судьбы. Эту тайну, конечно, знали его. Это самоубийство первой жены. Да, 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 болгарки. И, конечно, с этим связан вот его период, когда он очень сильно выпивал. Вот. В том числе и в компании Вадима Ильяновича Кожина. Самойлов был очень умный человек. И когда он написал о стихах Соколова, в которых тайная беда, он имел в виду, я думаю, не только его личную драму. В стихах Соколова тайная беда есть и стихотворение в стихотворении. Это беда времени, беда, может быть, страны. Ты говоришь, что все дела тянутся вверх, идти на дно, но ты со мною не пила мое печальное вино. Да, 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 да. После говорить о вине, у него есть в поэме «Чужие письма» такая строка, две строки. «Я научился выпивать всем алкоголикам на зависть». Да. Ну, иронически, но в то же время правдиво. Вот ты прочел стихи о Сологе. Да. Я как раз в дни прощания с ним шел по цветному бульвару и так, из какого-то окна одного из домов, куда, кстати, однажды я приводил Соколова к бабушке моего друга. Так вот, оттуда раздавался старый романс. «Белая акация, гроздь души и слы. И вдруг я вслушался. Помнишь ли лето под белой акацией Слушали мы соловья?» И это ведь тот самый размер. Весна, финансовое затруднение, Черемаха около небосвода. Когда я предчувствовал гул падения, Мне руку протягивала природа. Все так. Но воду я, тем не менее, все реже совался, Не зная брода. Когда во мне убивали гения, Хорошая, помню, была погода. Погода, да. Вот гения, да. Именно гения. Скажите, вот почему мы узнаваем? По каким признакам мы говорим? Вот можно узнать Соколов. Это Соколов. Можно. Неповторимая синтонация. Вот смотрите, осеннее золото куполов Всплывает на синеве, При полном молчании колоколов Созвонится во главе. А дальше? Не знаю, не знаю, Но этот лист с прожилками черноты, Как купол округл, И как купол чист, И звонок до высоты. У меня был разговор, Когда мы сидели в пестром зале Дома литераторов. Вот вы знаете, Юра, Когда появляется у поэта свой стиль, Он появляется не тогда, Когда поэт понимает, Как он должен писать, А когда он понимает, Как он не должен писать. Вот, скажем, Если вот тоже, если говорить о романте, Пластинка должна быть хрипящей, Заигранной, должен быть сад, В акациях так шелестящей, Как лет 19 назад, Должны быть большие сирени, Султаны, туманы, дымки, Со станций, из деревьев, Должны доноситься гудки, И чья-то настольная книга Должна трепетать на земле, Как будто в предчувствии мига, Что все это сгинет во мгле. Критики было не так уж много, О нем ведь статья... Вы знаете, что вот интересно, Я вдруг вспомнил, Что у меня была статья 66-го года, Страшно сказать, В журнале «Октябрь». Я стал искать в интернете. Нет. Ну, журнала, конечно, Мне тоже под рукой не было. Хорошо, вот моя жена Катя Сообразила пойти Поднять чемодан моей мамы покойной. И мама, спасибо ей, Вырезана из журнала статья, Пришло нежданное открытие. Вот. И я его перечитал. Ну, все-таки был молодой человек. Но все, что здесь есть, Я бы сейчас все повторил. Как это у Соколова? У меня в детство заборы и лужи, Ручьев перекрученных прыть. Я стал понимать его хуже, Но лучше о нем говорить, О детстве. Вот тоже то же самое. Я бы сейчас сказал лучше, Но это вот было... У него действительно есть очень много стихов. Много стихов, да. Да вся первая книжка, Вот трава под снегом. Вся первая книжка здесь. Причем у него, знаете, Есть поразительное стихотворение, Как он едет в поезде, И там очень хочет есть. И там дают хлеб, И вне очереди дают ленинградцам, Блокадникам. А, бывает. И вот их там, значит, подходят, Говорят, дайте поесть. Им говорят, что вот надо ленинградцам Без очереди дать. И как кончается? Нет, я сказал, не ленинградец, А как хотелось есть. Вот это тоже Соколов. С его правдой. С какой-то. Так он первый стал писать Стихи о военном детстве. Тушенко говорит, Что мы в Литн-Институте, У него стали учиться именно этому. Этой тематике, Он ее открыл. Да, да. А он какой поэт? Он же не урбанист. Ну, ты хорошо сейчас сказал, И где-то прочел у тебя, Что может быть самый московский Из московских поэтов. Он очень московский поэт. Он не городской. У двориков-то и московский, Синяя, таинственная, Синяя, таинственная глубина, конечно. Да, да, да. И особенно снега белый карандаш Обрисовывает здание. Я бы в старый домик наш Придел. А сколько у него снега? Очень много московских мотивов. Москва там есть. Но Москва не урбанистическая, Москва вот лирическая, что ли, Да, как сказать? Виннадо с Квассадом. Я в книжке воспоминаний О поэтах давних лет Назвал мемуар о Соколове Элегантный человек. И вот стихи его именно элегантны. То есть в них есть понимание того, Что, я прошу прощения, Стихи на заборах не пишутся. Знаете, вот мы говорим, Что там Некрасов, Анасифет, Он очень ощущал свою связь с традицией. У него же большой цикл стихов О русских поэтах. И целый цикл о Лермонтове, Причем, как там, сейчас я вспомню. Да, да. Когда стреляют в воздух на дуэли, Отнюдь в ошибках небо не винят, Но и не значит это, что на деле Один из двух признал, что виноват. И удивив чужого секунданта, И напугав беспечно своего, Он, видя губы бледные баранта, Пугнул ворон. И больше ничего. Ведь еще ночью, путаясь в постели, Терзая лоб бессонной маятой, Он видел всю никчемность этой цели, И всю недостижимость, Главный той, заискивание, страх, Ни в коем разе. И что ему до этого юнца? Уж он сумел бы вбить ему в межглазье Крутую каплю царского свинца. Мощные стихи. Вот читая Склаву, я вспомнил Одно высказывание Заболоцкого, Очень к нему приложимое. Вот Заболоцкий говорит, «Стихотворение подобно человеку. У него есть лицо, ум и сердце. Если человек не дикарь и не глупец, Его лицо всегда более или менее спокойно. Так же спокойно должно быть И лицо стихотворения. Умный читатель под покровом Внешнего спокойствия Отлично видит все игралища у мое сердце. Я рассчитываю на умного читателя. Фамильярничать я с ним не хочу, Так как уважаю его». Это говорит Заболоцкий. Эти слова можно полностью отнести К Владимиру Соколову. Хотя, конечно, вот эта такая Эмоциональная афористичность, Крутую каплю царского зверица, Конечно, это врезается. Мало кто этим владел. Вот этой афористичностью. И вообще, вы знаете, Вот еще приведу такой пример. Насколько личное отношение К поэзии поэтам. Вот на мой гениальный стихе его «Убит, убит, подумать Пушкин, Не может быть, все может быть. Ах, Яковлев, писал Матюшкин, Как мог ты это допустить? Ах, Яковлев, как ты позволил, Куда смотрел ты? Видит Бог, как мир наш тесный обездолил. Ах, Яковлев, а что он мог? Ну, рифма Пушкин-Матюшкин, Что может быть примитивнее? Ну, нормально. Наталья, 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 что такое господа? Это милая ищевата волей Божьего суда, Для того российский гений В поле голову сложил, Чтобы сон стихотворений Той же надобе служил. Есть прямое указание, Чтобы ее нетленный свет Защищал пером и дланью, Божьей милостью поэт. Вот, пожалуйста. И у него, конечно, Было обостренное чувство Такой, так сказать, Искренности и соответствия Поэтического высказывания Своей сущности. Помните эту замечательную стихию? Упаси меня от серебра И от золота выше заслуги Я не знал и не знаю добра Драгоценнее ливней в юге И мне надо, чтобы я был иной Чтобы иначе смотрел год от года Дай своей померцать сединой Посреди золотого народа Это страшно всю жизнь убегать Уходить, ускользать от ответа Быть единственным И написать совершенно другого поэта И многие в его поколении Написали в результате Совершенно другого поэта У него вообще, кстати, много стихов О тайнах поэтического ремесла В который раз стихотворение По швам от страсти не рвалось Он думал, это постарение А это зрелостью звалось Так вновь сдавалось вдохновение На милость разума его Он думал, это охлаждение А это было мастерство И потом, смотрите, есть такое выражение У Толстого, как он говорит Скрытая теплота патриотизма Вот у него не было таких, знаете Откровенных признаний в любви к родине Ну вот стихи Хотел бы я долгие годы На родине, милой, прожить Любить ее светлые воды И темные воды любить И степи, и всходы посева И лес, и наплывы в крови Ее соловьиного гнева Ее журавлины любви Но видно во мне и железо сидит Как осколок в коре Коль детище нежного леса Я льну и к магнитной горе Хочу и любови неустной Служить им до крайнего дня Как звездам, как девочке русой Которая возле меня 63-й год Сергей Иванович, а вот вы его встраиваете В какую традицию вообще Вот с точки зрения Большой истории литературы? Я думаю, что он смотрится действительно На мой взгляд, во всяком случае Как поэт золотой середины Владимир Николаевич Как рассказывают люди Гораздо лучше знающие его В своей личной жизни Был безудержен в своих проявлениях В стихах ограничен гармонической ясностью Отсутствием любой позы Любого крика, любой истерики Я провел, кстати, небольшой эксперимент В социальных сетях Я поместил стихотворение Самойлова Которого тут цитировали Стихи читаю Соколова И спросил А вы, обращаясь к нашим Читаете нечасто, редко, иногда Стихи Соколова? Разумеется, кто-то ответил, что нет Не знает Первый раз слышали это имя Кто-то решил сострить И оказалось, что даже люди Которые не очень читают Соколова Не очень сейчас, по крайней мере Возвращаясь к Соколова Книгам Да и книг-то сейчас особенных нет Никаких новых Они помнят строки Строфы Разумеется, на первом месте Я и сам уже не человек Человек, ну да Но не только это Прошу тебя, если не можешь забыть И если увидеться хочешь Придумай, о чем Но с тобой говори Ты женщина, ты и хлопочешь О прошлом не скажешь моим языком Как дождик она перестала У гала под беглым ее каблуком Крапивы позарастала Это стихи, поднимающие человека Поднимающие в какие-то высоты Ты плачешь зимние темени Что годы жизнь уводит А мне не жалко времени Пускай она уходит Она нас так долго мучила Своим непостоянством Что мне с ним жить наскучила Как дорожить тиранством Я так боялся сызмала Остаться в жалком прахе Я делал все насызно Втомился в том же страхе Бежит, бежит, не пойманно Не повергаясь в трепет Что мне своей рукой Она лицо другое лепит Ты плачешь в зимней темени Что годы жизнь уводит А мне не жалко времени Пускай она уходит Есть в нашей повседневности Одно благое чувство Которое из ревности Дарует нам искусство Не поддаваться времени Его собою полнить И даже в поздней темени О том, что будет, помнить Не надо плакать, милая Ты наших поколений Стать домом, словом, силою Больших преодолений Тогда и в зимней темени Ты скажешь И под старость А мне не жалко времени Уйдет, а я остаюсь Но он же еще поэт очень музыкальный У него есть стихотворение Спасибо, музыка, за то Что ты меня не оставляешь Что ты лица не закрываешь Себя не прячешь ни за что Спасибо, музыка, за то Что ты единственное чудо Что ты душа, а не причудо Что для кого-то ты ничто Спасибо, музыка, за то Чего и умному не подделать За то спасибо, что никто Не знает, что с тобой подделать Ну, как поэзия Да, вы знаете, я хочу сказать Что вот в этом стихотворении Его позиция То есть вот то, что, Игорь, в начале Нашего разговора прозвучало Ты сказал, магия слова, да? Вот магия слова Это то, что Чем он владел После дней обаяния После белых ночей С этой книгой свидания Все нежней и горчей Это очень похоже На ближайший отлет Гул винта Как по коже По скамейке идет И кончается Это стихотворение Тоже блистательно На мой взгляд Это даже не слово Что в сердцах говорим Чудный Отцвет чужого Населенный Своим Может быть, не лишним будет Я хочу прочесть Куски из стихотворения Евтушенко Посвященные Соколову Да На смерть Владимира Соколова Когда я встретил В ле Соколова Он шел порывисто Высоколова И шляпа Тронутая снежком Плыла над зимней улицей Правды И выбивающиеся пряди Метерь сбивала В мятежный ком Висели сталинские портреты Зато какие были поэты О, как обчитывали мы все Друг друга Пенящимися стихами В Микишкин холе Или в Духане В Курилке Или в Парилке В Бане В Тбилиси В Питере В Москве Рождались вместе Все наши строчки А вот уходим Поодиночке В могилу С тайными ремесла Но нам не место В траурной раме Непозволительно Умирание Когда поэзия умерла Мы все Приемыши Смелякова Жана Вальжана Века такого Который сам себя Гебист и зек Мы получили С лихвою славу Всю Недоставшуюся Ярославу Но с нами вместе И он по праву Войдет Безлагерный Новый век Еще воскреснет Россия Если ее поэзия В ней воскреснет Прощай, товарищ Прости за то Что тебя бросил Среди разброда Теперь ты родина Ты природа Тебя ждет вечность А с ней свобода И скажет Лермонтов Тебе у входа Вы меня поняли Как никто Да, ну хорошо Я задам общий вопрос Который я всегда задаю В заключение нашей программы Обращенный ко всем К себе Вопрос такой Может быть Немножко умозрительный Возможно ли Скажем В обозримом будущем Возобновление деления Скажем Которое вот было В 60-е годы На Тихую лирику На эстрадную И Продолжится ли Эта традиция лирическая Соколова Скажем В 21 веке Как традиция Этой поэзии Я предполагаю Что Это все закупение Лежит к прошлому Есть ли сейчас эстрада Да, конечно Она в ютубе Она в интернете Она вот у этих молодых Дерзких Которые произносят Какие-то тексты Называют поэзией Называют и стихами Я к этому еще пока не готов Это одна линия Что касается Возможно ли Продолжение традиции Соколова Традиция ясности Внятности Ведь сейчас Одна из Я скажу уже Как журнальный редактор Одна из самых Больших проблем И трудностей Когда на стол передо мной Ложатся На распечатке Или машинописанная страница Я читаю Все вроде бы грамотно Все вроде бы Очень интересно Литературно Но это что Собственно говоря Автор хотел сказать Я хотел чтобы Высказывание Ирическое высказывание Было ясным В своих внутренних Очерстаниях Не упрощенным Не примитивным Но ясным Как всегда Ясен Соколов Ну в основном Я согласен Сергей Иванович С такой вариацией Ведь сейчас Происходит Тысячи Несметное количество Всяческих фестивалей Вот Выступлений Поэтов Всяческих Поэтов Во всяких Кафешках В всяких сценах И всего прочего То есть Поэзия Как Устная форма Существования По крайней мере Ну разумеется С текстами Которые они держат Или не держат Руки Она существует А вот что касается Чистой лирики Скажем так Вот Ну во-первых Я не считаю Что Соколов Всегда ясен На мой взгляд Он наполовину Импрессионистичен Вот И там очень Такого размытого Это верно Да конечно Сложно Ну Сама Сама поэтика Она так сказать Не происходит Из афоризмов Но что касается Чистой лирики Ну я как Так сказать Читатель И литератор Считаю Что надо верить В русскую поэзию Ну куда она Бесчистая лирика Ну я думаю Примерно так же Хотя Сегодня Есть попытки Воссоздать Громкую поэзию Всяческие Поэтические Турниры Всяческие Баттлы Так сказать Безумные Причем Я подчеркнул Все это есть Есть миллион Поэтов В интернете Но ведь Когда миллион Поэтов В интернете Миллион Это статистика Это не поэзия Поэзия Это когда Один человек Но думаю Победит В итоге При нормальной Жизни То что Самойлов У Соколова Назвал Незаносчивым Словом То есть Это Поэтическая Речь Ну надо сказать Что действительно Попытки Вот Возрождения Такой Громкой Поэзии Они Сейчас есть В свое время В середине 90-х Мы На канале Российские университеты Проводили Такие состязания Поэтов И между прочим Председателем Жюри В студии На первой Этой передаче Вот Был Владимир Николаевич Соколов Как раз Вот И он очень С симпатией Относился к этой идее Что касается Эстрадной То коллеги Что такое рэп Это попытка Собрать вот эти Большие залы И с каким-то Так сказать Словом Пусть таким Ритмическим Почти напевным Значит Вот опять Повлиять на Большую аудиторию Они может быть И влияют Как-то сугестивно Но ведь в голове На вербальном уровне От их бормотания Ничего не остается Абсолютно Вот А что касается Так называемой Тихой Так сказать Лирики Соколовской Линии То вы знаете Мне кажется Любой Так сказать По-настоящему Талантливый поэт По-настоящему Овладевший Мастерство Он волей Неволей Вот в этот Соколовский Так сказать Келеватор Он заходит Его ведет туда Сама стихи Сама природа Так сказать Вот русской поэзии Понимаете Да Вот что я хочу сказать Я вот не вижу Сейчас среди поэзии Какого-то такого Деления По принципу Значит Громче Или тише Вот знаете Черчилль говорил Где-то Что если твои доводы Неубедительны Повысь голос Повысь голос То есть Соколов Никогда голос Не повышает Вот ты сказал Рэп Но рэп Правильно Это искусство Здесь и сейчас И даже Когда это в записи Неинтересно Это интересно Смотреть Может быть В момент исполнения Значит Это не поэзия Да И это не остается Конечно Это явление культуры Несомненно Но это не остается Вот здесь И в сердце Вот Сейчас поэзия Непонятно Какое деление Внутри Непонятно Нет четкого размежевания При большом разнообразии Манер поэтических Что касается традиции Я думаю Что Соколов Неповторим Потому что Ну как любой поэт Нужно родиться Соколовым Конечно Его уроки Соколова Они останутся Уроки Соколова Для будущей поэзии Потому что Невозможно представить Скажем Традицию 20 века Без Соколова Невозможно Ну хорошо Что же мне в конце Прочесть А вот такие шутливые Стихи Ну очень милые Муравей Извилист путь Идолог Легко ли муравью Сквозь тысячу иголок Тащить одну свою А он напрямец Тащит Ее тропой рябой И видимо Таращит Глаза перед собой И думает Уставший Под ношу ее своей Как скажет Самый старший Мудрейший муравей Тащил Собой рискуя А вот поди Что смог Хорошую такую Иголку приволок Ну очень милые Стихи Вот И я значит На этом На этом Как бы заканчивая Нашу передачу Ну скажу Как всегда Кстати Вот я сейчас Говорил о этой статье своей Которая в октябре Там она Обещает на подрубрикой Читая и перечитывая книги Я думаю Как это аукается С моей завершающей фразой Когда я говорю Читайте и перечитывайте классику Ну книги То же самое То есть все Ничего не меняется Этот призыв остается Так вот я скажу Как всегда И отталкиваясь От стихов Соколова Что конечно Это классика Это классика Поэзии 20 века Классика русской поэзии Вот я скажу Так вот Как уже не раз говорил Считая себя правым Читайте Перечитывайте классику Ваш Игорь Волгин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok